Дамы и господа, позвольте вам представить Лилия Ионова, футболистка, профессионалка, профессиональный тренер по футболу и легкой атлетике. Лилия, немножечко расскажите о вашей блестящей футбольной карьере. Моя футбольная карьера началась достаточно поздно. Относительно мужских, наверное, футбольных команд я пришла в футбол, уже будучи кандидатом мастера спорта по легкой атлетике, в 16 лет. И через два года я попала в свою первую профессиональную команду, которая называлась «Спартак, город Москва». К сожалению, такой команды сейчас нет. Но вот, однако, была такая в свое время команда, где я была целый год, после чего перешла в клуб Реутов «Приолит». Затем меня тоже поменяло несколько команд, в том числе и не высшего дивизиона. И после декрета, после своего старшего ребенка, я вернулась опять в профессиональный футбол, в мой любимый клуб «Зоркий», город Красногорск, в котором я провела четыре замечательных года, незабываемых года, наверное, самых лучших, запоминающихся в моей спортивной карьере. Мы с «Зорким» стали чемпионами России, участвовали в Лиге чемпионов UEFA, женской Лиге чемпионов. Дошли до четверти финала, до сих пор поддерживаю отношения с большинством наших футболисток, замечательные девочки, тоже с блестящей карьерой. Многие из них уже стали мамами, ушли из футбола, некоторые из них до сих пор продолжают свою карьеру, в том числе в сборной. Одна из моих бывших одноклубниц сейчас является тренером женской футбольной команды «Локомотив» город Москва и сборной команды России. После того, как я закончила свою футбольную карьеру, в принципе, это было достаточно рано, опять-таки, в 27 лет я ушла из футбола, стала продолжать заниматься тоже спортом, но чуть-чуть поменяла квалификацию. Сейчас я занимаюсь любительским волейболом, легкой атлетикой и тренирую людей, детей, взрослых. У меня мужская взрослая команда, которую я тренирую, и тренирую легкой атлетов. У меня беговой клуб, который, собственно, один из моих подопечных сейчас на заднем плане должен быть виден. То есть я продолжаю заниматься спортом, очень люблю, и для меня это прямо глобальная, огромная часть наркотик, от которой я не могу и не хочу отказываться. Пару слов хочу сказать про фильм, который сейчас мы представляем. Это замечательный фильм с точки зрения того, что у нас практически не освещен женский футбол, и не все вообще знают, что он у нас есть. И помимо того, что есть профессиональный футбол, мало кто знает, что есть девочки, которые занимаются им на любительском уровне, которые пришли туда достаточно недавно, уже будучи совершенно зрелыми личностями, и просто выбрали это как свое хобби. Кто-то ходит в фитнес, кто-то ходит на плавание, кто-то на йогу, а кто-то хочет играть в футбол. И это замечательно, что есть такая возможность. Не все знают, что она есть. И может быть, многие девочки, которые мечтают попробовать себя на футбольном поле, узная то, что есть такие соревнования, придут и, наконец-то, реализуются. Помимо своей основной деятельности будут реализовываться как спортсменки, футболистки, пускай они профессиональные. Очень много интересных фактов раскрывается в этом фильме. То, что одно другому не помеха. Можно быть красивой девушкой, потому что многие считают, что футболистка – это какой-то киборг страшный. Нет, совершенно не так. Это харизматичные, красивые, разносторонние личности, которые занимаются и творчеством, и спортом, и при этом становятся женственными, несмотря на то, что футбол совершенно не женственный вид спорта. Поэтому очень много тем раскрывается в нем. Хочется отметить еще то, как это представлено. Чувство юмора, оно всегда подогревает дополнительный интерес. Как вы думаете, каким-то примером девушки творческих профессий, певицы, художницы, они могут послужить для тех девушек, которые, ну, несколько более пролетарскому происхождению оказались? Я считаю, что примеры у нас повсюду, и просто нужно смотреть то, что тебе ближе. Так как у нас есть такие варианты, как, просмотрев этот фильм, увидеть на живом примере, то, конечно, да, это будет дополнительным подспорьем для тех, кто еще не знает, как себя раскрыть дополнительно. Ну и плюс, может быть, те девушки, которые занимаются футболом, увидев то, какие бывают другие стороны любительского или профессионального спорта, будут себя тоже по-другому, может быть, более раскрепощенно вести себя, ходить в платьях, на каблуках, в караоке, учиться танцевать и не бояться развиваться в новых направлениях.